Дома номер 30 по улице Победы уже много лет. Ему, может быть, уже скоро полвека, а может быть, этот дом и его первые жильцы уже перешагнули и этот рубеж. Жили привычно, обычно, пока не возникло желания изменить жизнь. Захотелось сделать двор красивым, объединить всех, кто тут живет. И вот мир вокруг дома, в котором живет 31 семья, стал меняться. На перемен откликнулся почти каждый второй. Во дворе к тому времени сиротливо стояла песочница до сарая, родом из детства. Посреди горделива на общем фоне возвышалась детская горка, которой и гордиться-то, кроме роста, было, собственно, нечем. Детскую площадку эту мы начали делать тогда, когда у меня родился сын. И я поняла, что моим бабушкам особо негде гулять, и так, чтобы это было не далеко от дома и комфортно. В любой момент можно было вернуться домой, если вдруг на то найдутся какие-то причины. Ну и вот с этого момента началась у нас рождаться данная территория. Гагарина два нынче начали, тоже небольшую клумбу сделали, цветов навысаживали, тоже очень красиво подходили, спрашивали, как у нас это все получается, как все растет. И вот они решили тоже пусть чуть-чуть на углу, но благоустроить около своего подъезда свою площадку. Получается тоже красиво очень. Теперь задний дворик повод для гордости. Шесть лет непростых забот, нелегкой работы и в городе еще одна картина маслом, радующая взор самих жильцов и удивляющая прохожих. Изумленные возгласы гостей и жители соседних дворов, всех, кто попадает во двор. Любой двор – это маленькая планета, где могут происходить удивительные вещи. Здесь они как раз и происходят. Перезнакомившись и породнившись за время совместных работ, соседи встречаются по вечерам за общим столом, жарят шашлыки, едят пироги, горячие оладьи. Все, что сами купят, напекут, принесут. Мы и чай пьем, и шашлыки жарим вместе, и арбузы, дыни. Все во дворе? Во дворе. Всем двору. Лето удалось очень, оно теплое, солнечное. Прям столько времени можно было проводить здесь, мы ни минуты не теряли. Тем более, так как еще и самоизоляция вроде бы как. То есть у нас полная реализация на самоизоляции получилась. И поэтому день работаем, а к вечеру у нас стол от еды ломился все лето. Мир каждого двора – это своя жизнь, которая хранит особые мечты, тайны, воспоминания. Так было, и лучшие традиции, по мнению инициатора, перемен Натальи Шигаревой возвращаются. Это вот раньше, то есть получается, можно даже сказать другими словами, как бы вот мы в своем дворе, у нас получилось возродить вот эту старину, когда вот так же дружно, очень сближенно жили вот наши бабушки и дедушки, ведь все, вся жизнь проходила вот как-то во дворах. И дети, они растут во дворе, они развиваются, они общаются, друг от друга чему-то учатся, они постоянно вместе, друг за дружкой заходят, пришли в одну семью, там накормили, пришли в другую семью, там накормили. А раньше, вот до того, когда мы вот начали этой площадкой заниматься, я вот, честно говоря, проживая в этом уже 24 года, я даже не знала, как кого зовут. А познакомились мы вот буквально шесть лет назад, да, шесть лет назад мы вот все познакомились за счет этой площадки, и сейчас вот вообще вот просто как вот одна семья. Сделать любую придомовую территорию красивой своими силами можно, если, конечно, очень захотеть, как захотели Наталья Шигарева, Татьяна Митина, Альфида Куренкова и все те, кто к ним присоединился. Создать дворовую площадку задача благородная, сама по себе. Создавать так создавать, подумали энтузиасты, и вместо отслуживших автопокрышек, пластиковых бутылок и прочего подручного материала решили использовать то, что не засоряет, а облагораживает. Хотелось удивлять не только видом ухоженных цветущих клумб, но и дизайнерскими находками, радовать необычным ландшафтом. Фантазии и творчества инициатором не занимать, а рабочие руки находились всегда только клички. Мужчины никогда не отказывают, понимают, что мужская помощь нужна, без мужчин никуда. И мне очень приятно, что любого мужчину можно попросить, не откажут никогда. Даже просто идут с работы, кто-то идет с работы из мужчин, а мы в это время, нужно нам яму под какой-то кустик выкопать. Останавливаешь, просишь, тут же, даже домой кушать не идут, сразу же останавливаются, помогают, а потом уже домой. То есть как бы нашим мужчинам мы вообще бесконечно благодарны. Общими усилиями замысел был воплощен на клумбах в европейском стиле, засыпанных щебнем змеевика и обрамленных природным залакированным камнем и отлитыми собственноручно столбиками, декоративные карликовые сосны, флоксы, можжевельник, кусты, хосты, спиреи, дерен, шарообразные туи, барбарис. Есть даже имитация озерца с переброшенным через него мостиком. Имитация? А посидеть в жаркий полдень все равно приятно. Не осталось в стороне управляющая компания. Приобрела для двора его жителей голубые ели, покрасила дворовые формы. Вкусственное озеро, которое сделано для красоты, чтобы представлять, что мы около воды находимся. И вокруг по пенечкам можно гулять с маленькими детьми, выше-ниже изучать, ну и спортом заниматься. Двор предоставил жителям широкие возможности для самореализации на пользу себе и другим. Вся обстановка двора так и магнит присесть, забыться и отдаться мечтам в тени декоративных яблонь среди пахнущих лесом кустиков клубники. Но мальчишки вряд ли усидят на лавочках. Для них во дворе по требованиям ГОСТов и СНИПов соорудили спортивную площадку. Вся атмосфера притягивает и располагает. Первое, что мы делаем, проснувшись утром, выглядываем во двор и радуемся новому наступившему дню, говорит Наталья. Один взгляд заряжает на весь день. Хочется жить и творить дальше. Наш двор – это теперь наш общий особый мир, полный красоты, тепла и заботы.